всем привет меня зовут аида и вы смотрите первое видео на моем канале посвященном вязанию я снимаю это видео в таком эмоциональном немножко возбуждение немножко они немножко-множко в сильном эмоциональном возбуждении от принятого решения того что я наконец буду сейчас снимать свое первое видео потому что я вот сейчас тут сзади пыталась навести порядок думаю сейчас так красиво разложу свою пряжу будет такой красивый задничек а потом думаю ну разложу я эту пряжу у меня еще появится 100 500 причин отложить съемку что-то сделать лучше не знаю похудеть сделать прическу накраситься неважно в общем прокрастинировать еще немного поэтому раз уж решила снимать видео значит буду снимать снимать я уже хотела очень давно не могла принять решение на каком языке я буду снимать на русском или на английском дело в том что я живу в америке в городе остин техас и соответственно если я планирую в будущем своим виза и своим хобби вязанием зарабатывать какие-то деньги а я планирую это делать рано или поздно то наверное иметь не наверное точно иметь youtube посвященный вязанию это будет таким хорошим маркетинговым инструментом но с другой стороны говорить о вязании мне хочется не для того чтобы что-то продавать там описание своей или пряжу которую я крашу ли то что я вижу или чтобы то ни было youtube мне хочется завести для души как бы банально это не звучало хочется мне мне тут совершенно не с кем пообщаться на эту тему понимаете вот я сижу тут такая у себя в четырех стенах вижу чего-то себе что-то какие-то фоточки в инстаграм почву какие-то описания покупаю совместниках участвую но поговорить так показать то как то хочется вот узнать советы спросить или может быть поделиться тем что сама знаю с вами какими-то наработками поэтому youtube не очень хотелось именно хотелось поговорить поговорить конечно легче на русском но это понятно правильно кроме того русские русский визуальный youtube такая мне очень мне очень комфортно в нашем русскоязычном визуальном ютюбе я очень много смотрю визуальных блогеров и и тоже хочу вот люблю очень несколько девочек много девочек все такие стильные такие все обаятельные такие все трудолюбивые такие все талантливые в общем да хочется чувствовать себя частью какого-то сообщества а не просто где-то на другом конце света сидеть такой волк одиночка везунчик вяжущий вот поэтому добро пожаловать на мой канал буду вас рада видеть в следующих видео в том числе вот но тем не менее я да я участвую в совместниках в разных в тестах я еще не участвовала но очень хочу очень знаю много хороших дизайнеров девочек в тестах которых я бы хотела поучаствовать но в совместниках да я участвую я сейчас участвую в совместнике в инстаграме нитфакторе фабрика фабрика вязание 3 вяжем детям вот сейчас там идет 4 5 или 6 последний этап который заканчивается в это воскресенье последний этап я пропустила там был комбинезон детский во-первых время уже не очень вторых я как-то не особо и хотела вязать этот комбинезон там не очень удобно и на мой взгляд застежка вот я застряла на предыдущем этапе вот такой вот джемпер для моей старшей дочки элечки который сейчас 8 лет это в описании rainbow худи от алены алены михайлова алена она на на инстаграме вот очень классная модель мне прям очень понравилось это одна из тех не одна из а та модель которая меня зацепила участвовать именно в этом совместнике вот у них поделено все на этапы на каждый этап две недели и за эти две недели тебе нужно связать определенную модель которая по определенному описанию вот это был предпоследний этап я его за ждала ужасно я хотела его сделать связать такой худи своему ребенку дочь мне сказала мама хочу чтоб снизу было фиолетовым а сверху было розовым вот но мы же не ищем легких путей правильно вместо того чтобы купить розовый фиолетовый там белый еще какой бы то ни было пряжи что сделала я я купила у меня вы точнее у меня было была белая пряжа газал baby wool всем известная что сделала я я взяла простую покрасила покрасила значит там два моточка ярким розовым два моточка средний розовым один моточек бледно-розовым потом меня было два моточка беленьких я могу с количеством перепутать один был моток беленький потом был один моточек бледно-фиолетовый два моточка средний фиолетовый два моточка темно-фиолетовый и я значит сначала а худи этот вяжется снизу вверх регланом по кругу я считала примерно чтобы поделить вот все эти моточки как я должна сколько рядов у меня должно получиться какого цвета не то чтобы я села вот разложила какую-то бумажку перед собой что-то начертила или еще что-то я ходила и три дня в голове пыталась это просчитать я не знаю почему я это делала но в общем ходила и считала сколько у меня должно быть вот мне нужно столько рядов вот мне нужно столько рядов такого мне нужно столько частей поделить вот столько моточков вот это я буду значит а вижу я в две нитки вижу в две нитки спицами номер пять так вот мне же еще кроме того что нужно поделить по сегментам мне же еще нужно рассчитать так чтобы это было в две нитки то есть я сначала вижу кусочек в две нитки темно розы темно-фиолетового потом у меня одна нитка темно-фиолетового 1 средне-фиолетового бледно-фиолетового прошу прощения и так далее и плюс у меня еще этих то по два моточка этих то у меня по одному моточку в общем я это все считала 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 высчитала слава богу высчитала вязала значит вот я вяжу-вяжу довязала я его вот досюда до подрезов начала вязать рукава рукава алена в своем писании рекомендует вязать на длинных спицах круговых сразу два объекта сразу два рукава я раньше никогда этого не делала я решила нура надо как-то же ну да развиваться в общем начала я значит вязать эти два рукава две нитки из разных моточков и нитки у меня 80 что ли они у меня сантиметров по моему 80 сантиметров не написано в общем я не знаю я не буду больше вязать рукава два рукава одновременно на одних спицах нет уж я лучше буду вязать по одному хотя это сыграло не на руку потому что у меня в какой-то момент закончились ниточки бледно-розовые ну ладно в общем связала я вы мучила эти два рукава ругалась вслух говорила не подходите ко мне я вижу два рукава на одних спицах меня вообще не трогайте говорила я своей семье довязала счастливая на взяла значит спицы подлиннее сейчас буду думаю соединять соединила тело с рукавами начала вязать реглан вязала 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 реглан довязала до воротника а дальше у алены в описании для таких особо одаренных как я написано а сейчас было бы неплохо померить на ребенка вот то что вы там вот навязали 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 и посмотреть в принципе нормально почему я ждала этого совета они стала это мерить сразу в общем померила я на ребенка и понять ничего не что жена такая маленькая ребенку 8 лет она там 135 сантиметров роста а я вообще вожу вижу на 9 и 11 лет по описанию то а она как-то вот в плечах то маловато снимаю я с ребенка думаю это ж надо намучилась столько времени тут еще и маловато посмотрела внимательно и тут до меня дошло вот на это все что вот из рукавов и тела я соединила я все это соединила на спицы номер 4 вместо пятерки и все вот это вот я вязала спицы номер 4 в общем я распустила надела спицы номер пять провязала начала вязать вот я дошла до воротника сделала вложенную китлевку и вижу теперь воротник надеюсь я его вот довяжу наконец у меня ребенок оденет потому что у нас здесь сезон очень маленький короткий сезон короткий сейчас уже 31 января в марте уже будет тепло уже особо так не поносишь хотя это ализе baby wool ой казал baby wool простите в принципе она не сильно такая жаркая пряжа да поэтому нормально ребенок у меня поносит ну и в следующем году еще поносит а вот еще один кардиган я вижу своему ребенку тоже на возраст 9 11 лет он вот такой про теплые то из супер вошь шерсти из шерсти то есть это не меринос это какая-то шерсть неопознанная она конечно опознанная может написано на моточке это вот такой бюрок ультра вул у меня да хорошо так не знаю супер вошь вул написано супер вошь вул мэйд ин перу короче какая-то перуанская шерсть не меринос но она вроде как бы это не жалуется у меня на очень что-то такое чувствительное простите постучали вот это скокетка такая круглая по кругу вяжется тоже лицевая гладь вот здесь пошла и все это я вот в неделю по 2 ряда вот эту лицевую гладь мусолю не знаю когда довяжу наверное в этом сезоне уже она его точно ни разу не оденет хотя конечно довязать очень хочется может быть кстати меня вот как раз таки наличие youtube канала подстегнет иметь какие-то довязанные проекты но довязанный проект у меня конечно же есть в этом месяце это я вам уже начинала говорить про фабрику вязание 3 вяжем детям детям где в ремках которые я связала вижу rainbow худи а до этого я вязала блумерс я эти блумерс оставила внизу в комнате у ребенка ребенок сейчас спит поэтому покажу позже ты точно там потом расскажу про них до этого была замковая кофта от кати малевич вот такая вот у меня получилось на мою младшую точку она это будет носить в следующем году это тоже казал baby wool тоже беленький и вот я на отделку использовала и на отделку и на на пум пошки тоже использовала то же самый вот вот эту вот пряжу для отделки я красила сама это был мой первый опыт покраски пряжи я тогда еще не видела миллион видео и на ютюбе по тому как прайс красить пряжу я просто как бы эксперимент и экспериментом взяла перемотала моточек газал baby wool в пасму замочила ее немножко ватечки с уксусом положила я ее в кастрюльку и достала краски которыми у меня ребенок когда там что-то стряпает печет она вот подкрашивать там какие-то свои сахарные дела вот взяла значит эту краску и просто побрызгала так полила как пиццу такими лучиками от центр к краям и у меня получилось такое прям rainbow такая радуга красивая очень вот мне очень нравится вот я связала эту кофточку и у меня осталось немножко этой пряжи я связала тоже младшей дочке носочки 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 но это конечно пряжа не носковая она такая не носковая но для такой маленькой малышечки ей еще только два с половиной месяца носочки хороши шушь я их не принесла они тоже у меня где-то внизу принесла носочки показать вот мы их так уже изрядно поносили они такие уже сильно застиранные вот такие маленькие хорошенькие носочки пряжа под скаталась достаточно сильно особенно конечно на пяточки вот где малышка лежит и ножками бьет вот эти места ну а что я хочу сказать пряжу то я покрасить покрасила здесь кстати вот она в одну ниточку и связано вот это вот покрашенная пряжа а здесь я ее делала в две нитки поскольку кофту вязала в две нитки я делала в две нитки однокрашеная над ниточка 1 ниточка беленькая здесь соответственно в одну нитку украшенная пряжа так вот я эти носочки когда стирала эта кофта не постиранная я эти носочки когда стирала они у меня линяли линяли таким зеленым цветом ну вот ну не умела я тогда красить я конечно не хочу сказать что я сейчас умею это делать но вот тогда конечно это был мой первый опыт полиняли они у меня и потом второй раз я их стирала тоже они у меня линяли и третий раз не линяли все вот это вот зелененькая короче говоря эту кофту стирать белую ребенку годовалому в следующем году она у меня будет его насть ее носить в общем будет такой полинялый единорог я так предполагаю если я ее буду стирать а постирать конечно придется такой будет вспотевший единорог полинявший единорог ну что сделать что сделано то сделано правильно вещь есть по крайней мере что-то как-то поносим носочки же носим правильно и кофту поносим вот это был второй этап фабрики вязания 3 вяжем детям а первый этап был шлем шлем от девушки наталья который в инстаграме красим красиво спицами и и прошу прощения ужасный звук сама не люблю я сейчас выключу простите красиво спицами ник в инстаграме вот такой вот шлем тоже для моей младшей дочки ее зовут мия это такой шлем для мишки мишка для мишки вот мне очень понравилось описание но очень классно шапочка на самом деле даже сейчас на нее на мишку хорошо садится ну просто пока в этом нет необходимости на следующий год будет хорошо может даже на два года будет хорошо не знаю посмотрим вот это тоже оказал baby wool розовенькая и подкладка тоже оказал baby волк а вот эта пряжа пряжа такая ворсистая я не уверена что сохранила этикетку я название потом подпишу там где-то подпишу посмотрю меня в инстаграме написано что это за пряжа смысл в том что это пряжа уже не выпускается то есть фирма которая производства она существует но вот сама вот эта линейка этой пряжи она не производится я ее купила в дисконтном магазине купила там два моточка по моему один моточек я куда-то там потратила а вот второй моточек пригодился для этой шапочки очень мне понравился этот шлем я кстати вот в первом этапе выиграла по голосам девочек второе место и вот наталья мне подарила описание свое у нее там были на сайте описание шапочек шапочек было описание шапочка со снудом я же хитрая такая я же говорю а вот у вас есть описание шапочка со снудом я хочу его сказала нет вам одно описание полагается выбирайте либо шапочка либо снуд а вот я выбрала шапочку описание видео описание очень классная шапка обязательно свяжу очень конечно талантливая наталья вот это тоже из готовых работ еще у меня были готовые работы параллельно с фабрикой вязания я связала вот такие вот носочки для своей по-английски это степ дотро то есть она дочка моего мужа сестра моих девочек я же не скажу приемная дочь правильно потому что я же ее не удочерила будем ее называть моя любимая девочка вот связала я своей любимой девочке ксюшу вот такие носочки связала я их на своей машинке на сильвер рид двести восьмидесятый связаны они по описанию юли с канала вовна по видео описанию очень люблю эту девочку и точнее ее канал юлин вот вязала я ее из пряжи супер вош мерина меринос мериносовый супер вош вот у меня осталось тут где-то 35 грамм на носке конечно не хватит вот я два моточка вязала красила красила это был мой первый профессиональный опыт вязания окраски 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 пряжи вот я конечно получил несказанно удовольствие от самого процесса и от того что я получила это такой ворст это толстая пряжа и вот носковая носочная пряжа тоже супер вош а здесь нейлон есть здесь 25 процентов полиамиды вот а к этой пряже кстати вот к этой то есть эту я не знаю пока куда одену может наверное не наверное точно я свяжу носки наверное своей старшей дочке чтобы она дома в них бегала такие красивые будут вот у меня у двух девочек будут такие красивые одинаковые носочки я это буду делать простите пожалуйста вот вот такого компаньона я ей этой пряжи наделала что я на пряжу перешла наверное видео длинное получится надо было показать сначала свои недовязы перевязы а потом пряжу ну да ладно как пойдет вот эта пряжа вот мне вроде как говорят что неплохо так вместе смотрится я очень хочу из этой пряжи связать берет зимний хочу берет с помпоном хочу чтобы вот здесь резинка была одного цвета но вот я и хотела такого темно-неви знаете такой цвет ну может такой фиолетовый будет а может докрашу такой темно-фиолетовый ой темно-синий неви цвет и помпон тоже неви хочу из ниточек вот такой хочу берет прям хочу хочу свяжу его вот а эта пряжа у меня получилась остатком я вязала мне нужно было связать фиолетовую вернее покрасить что же такое все путаюсь простите меня пожалуйста нужно было покрасить фиолетовый моточек маленький вот у меня 10 грамм здесь 10 грамм пасмочка вот я ее бросила в кастрюльку с краской и она вдруг как стала фиолетовая а мне нужно было бледно-фиолетовенькую как-то я вообще не рассчитала краски что ли я ее быстро достала переложила в тарелочку а краска то осталась в кастрюле я побежала наверх открутила половинку пасмочки вот такой вот вот этой пряжи подходящей вот этой думаю сейчас я его такую же да это одна и та же пряжа вот открутила половину как открутила это нужно было с одного значит с пастмы перекрутить в вот в такой вот пирожок потом значит с этого пирожка опять половину отмотать на в пастму вот побежала вот эту горячую краску и вот такой вот покрасился у меня не мне бы не хотелось его использовать на мой долгожданный билет наверное куда-нибудь еще потрачу вот это потом расскажу еще значит у меня вот такая вот готовая работа есть это такая шапочка это я скажу вам со своей вот этой фабрикой вязания три вяжем детям я немножко подустала от лицевой глади особенно лицевой глади по кругу ну устала знаете сидишь и вяжешь по ту лицевую гладь хотелось чего-нибудь разнообразного вот я на разнообразила вот такую шапочку мишки мишки мишка дочки младший вот тоже мы ее носим уже еще в следующем году будем носить и у меня в инстаграме начали все спрашивать описание давай давай паттерн давай описание я говорю хорошо я сделаю это же круто раз люди Хотя, значит, кому-то я могу быть полезной. Но, естественно, пока я ее вязала, ничего не записала. И плюс мне еще там не очень нравится, что у меня немножко резинка здесь расслаблена. Она для малыша-то ничего, а вот для ребенка, который будет бегать, уже она не очень тут удобна. Такая расслабленная резинка, очень плотная шапочка. Само полотно шапки. Поэтому я буду вязать такую шапку для своей старшей дочки, для Элли. И тогда уже составлю описание. Вот. И будет у меня первое описание вот такой вот шапочки. Пряжа у меня, вот тут у меня написано, Сирдер Снагл. Снагли Сирдер Кашемир Мерина. Я не знаю, если такое доступно ли в России. Здесь, значит, 130 метров на 50 грамм. Очень красивое сочетание цветов. Я, кстати, заметила, что я ми вяжу... Все, что я ей вяжу, оно такое нейтральное, гендерно-нейтральное. То есть вот у нее, конечно, есть там какие-то розовые бижамки, у нее все розовые, какие-то колготки розовые есть. Вот. Но почему-то вот то, что я вяжу, это неосознанно получается. Вот оно какое-то, в принципе, на мальчика, правильно, можно тоже одеть. Да, и жить. Такая шапочка. Мне кажется, мальчику тоже будет очень хорошо. Вот. Ну, сейчас у меня девочка моя. Еще один процесс, которым я сейчас занимаюсь, это Вулмарин, школа шального дизайнера. Подписалась я на такое мероприятие. Марина, прекрасная, замечательная девушка, собрала нас, и мы вот вяжем шальки. Мы не просто их вяжем, мы их создаем. Вот. Сначала мы сделали эскизы, потом, после эскизов, мы сделали образцы. Образцов надо было сделать много, но я вот на одном образце один его вымучила, чтобы понять, какой узор я хочу. Вот он такой получился. Бактус, это такой гребешок, гребешок, петушок, такая меньшаль. Бактус, во, это бактус. Это бактус, гребешок. Я, вот, к сожалению, образец не заблоченный. Я все, все, что я, какие у меня были идеи, я как-то все это, вот этот, все, вот один, вот этот образец, ими ограничилась пряжа, потому что у меня ограниченное количество пряжи. Сейчас тоже расскажу. Я просто его довязывала и стирала в номере отеля, поэтому он у меня такой не заблокированный. Вот. Неохота уже его переблокировать. Хотя, может, если заблокировать, можно будет Элечке подарить для куклы такую шальку. Меньшаль. Вот, пряжа, пряжа у меня вот такая вот. Это пряжа ручного крошения. Красит ее... Есть такой в инстаграме Brooklyn Boy Knits. У меня есть еще два экстра моточка. Brooklyn Boy Knits, да, вот. Это пряжа, покрашенная эксклюзивно для Knit Crate, на которой я подписана. Это такая подписка пряжная, ежемесячная. Superwash Merino Wool, Worsted Weight, 205 метров на 100 грамм. Почему говорю про 205 метров на 100 грамм? Потому что сейчас вот у нас в школе шального дизайнера этап нарисования схемы. Вот, я рисую сейчас схему. Когда схему нарисую, мне могут понадобиться тестеры. Я, конечно, понимаю, что в этом бактусе ничего сложного нет. Ну, вот, если вам интересно присоединиться, тест или, не знаю, может, совместник, как его назвать. Ну, вот, это, в общем, Worsted Weight, 200 грамм, 200 метров на 100 грамм. Не знаю, сколько уйдет. Сколько уйдет, столько и уйдет. Сколько пряжи есть, наверное, столько она у меня и будет такой длины. Схему дорисую и буду звать тестеров. Вот, кстати, для шапочки тоже мне нужны будут тестеры. Поэтому, если у вас есть желание на шапочку или на бактус, пожалуйста, найдите меня в инстаграме. Зовут меня Легрант, нижнее подчеркивание, крафт. Название мне-то не нравится. Хотел переименовать. Но дочка моя говорит нормально. Нормально говорит, оставь мне, говорит, нравится. Вот, на мне сейчас одета хлопковая кофточка, которую я вязала, будучи беременной, этим летом. Мне на день рождения, у меня день рождения в июле, мне на день рождения муж подарил Silver Reed LK150. Вот, я изучала эту машину и с изучением этой машины связался этот уродец. Вот, связала я его из пряжи, из местного крафт-магазина, из местного магазина для рукоделия. Там сложно найти что-то натуральное, как правило, это акрил. 99% пряжи в местных магазинах для рукоделия это акрил. Вот, у меня есть недалеко магазинчик с пряжей, где можно купить хорошую пряжу. Да, она, кстати, хозяйка русскоязычная, очень классно. Похоже, у меня заканчивается время. И малышка уже хочет проснуться. Да, поэтому я буду заканчивать. Вот, про уродца рассказывала. В общем, вот, я его вязала не ради высокого искусства фэшн, а ради того, чтобы научиться вязать на вязальной машине Silvery LK150. Буду я его распускать, наверное, получится хорошенький такой кардиган для старшей дочки. С такими этими бомбочками. Пупочками. В общем, со штучками. Вот, хочу такой кардиган для дочки. И с аранами, наверное. Вот, буду закругляться. Очень рада, что сняла, наконец, это первое видео. Наверняка, что-то забыла. Ну, да и ладно. Потом когда-нибудь, если вы меня, конечно, тапками не закидаете после моего первого видео, то я сниму все потом в видео. И покажу, что не показала. И покажу, что изменилось. У меня все-таки есть процессы. И еще есть разные желания, чего поделать. А, по поводу тестов тоже, как бы, найдите меня, пожалуйста, пишите, если интересно. Вот, спасибо вам большое. Огромное, огромное вам спасибо, что вы досмотрели до конца. Я так рада, что я записала это первое видео. Вот. Если вам понравилось, вы можете подписаться на мой канал. В общем, ладно, записала первое видео. Никому не скажу, никому не расскажу, никому не покажу. Потому что стесняюсь. Только вам. Так что, пожалуйста, если вам интересно смотреть за моими вязальными проектами, в будущем я собираюсь Ravelry свой открыть. Буду, наверное, вот делать описание. Собираюсь открыть Itzy магазин. Уже ближе к сезону. Ближе к началу сезона, наверное, там летом, где-нибудь в августе. Буду там продавать свои навязыши. Ребенок у меня проснулся. Поэтому я побежала со вторым ребенком. Пора ехать в школу. Вот. Спасибо большое, что смотрели. Пока.